В селе Михайловка Ольгинского района впервые за долгие годы открыли музей. Он расскажет жителям села и в первую очередь детям, которых всего 18 человек, о жизни малочисленных народов Приморского края. Этот визит у михайловских школьников вызывает искреннее восхищение. Тем более можно потрогать и рассмотреть вблизи каждый экспонат. И люльку-младенца, и орудия охоты и рыбалки у дыгейцев. Всё это личная коллекция Раисы Андрейченко. У дыгейка по национальности она много лет жила в Тернейском районе. Сейчас возглавила молдавановское сельское поселение, куда и входит село Михайловка. И сразу решила, здесь нужно делать музей. В селе, где традиционно жили тазы, идея оказалась актуальной. Сегодня культура, традиции и язык этого малочисленного народа практически забыты. У Ангелины Юргановой мама тазовка. Но о своих предках девочка ничего не знает. Кто это знал? Нет, вернее не знаю. Мама мне об этом не рассказывала. Там, где утеряны связи, их нужно восстанавливать. И делать это лучше на примере. Даже чужом, решила Раис Максимовна. Тем более так много общего между культурами у дыгейцев, нанайцев и тазов. Я всю жизнь посвятила нашей культуре. Всю жизнь собираю чумы, амбары. Обращаюсь к нашим предкам, чтобы помогали нам не забыть свои обычаи, свою жизнь древнюю. Потому что это духовное начало. Как может быть наша молодежь сильная духовно, если она не будет знать свой язык? И язык этих народностей невероятно богат символами и знаками. Каждая деталь имеет значение. Например, орнамент на праздничном халате у дыгейской женщины – это визитная карточка рода. Если я иду в своем таком халате, вышитом орнаментом, где медведи и тигр, то мне пошла другому роду гости. А род кончуга – это птицы род. А не гавой – это род пьянка пришла женщина. То есть это как бы познавательный знак, с какого рода. Пока музей у дыгейской культуры только начинает обживаться в Михайловке. Со временем его планируют расширить и привлечь инвестиции. И даже разработать туристический маршрут. Ольга Сумкина, Максим Малыгин, Панорама.